Агриппина Стеклова – старшая дочь известного актера Владимира Стеклова, которая продолжила династию. Агриппина похожа на своего отца как внешностью, так и чертами характера. Он был для нее абсолютным авторитетом, и она его очень любила. Но когда девушке исполнилось 17, Стеклов ушел из семьи. Стеклову пришлось немало постараться, чтобы добиться расположения своей избранницы Людмилы Мощенской, с которой они вместе учились в театральном училище. Она была замужем, но наличие законного супруга его не смущало, и он приходил к ней под общежитие и стучал в окно. После ее развода мать советовала ей не спешить с повторным замужеством, но Людмила сообщила, что в положении. Расписались они, когда Мощенская была уже на пятом месяце беременности, а 15 февраля 1973 года родилась дочь, которую и назвали Агриппина. Девочка очень стеснялась отвечать, как ее зовут, поэтому она старалась побыстрее проговорить первые две буквы в имени, чтобы слышала Сяня. Кроме этого необычного имени, ей в наследство досталась и рыжая копна волос, что казалось ей тоже недостатком. И лишь повзрослев, она приняла себя и поняла, что это является ее изюминкой и позволяет использовать в своих интересах. Родители девочки работали на Камчатке, но однажды на гастролях в Москве Стеклова заметили и предложили остаться в театре имени Станиславского. Мощенская ради супруга согласилась переехать, хотя понимала, что в 32 года найти работу в театре будет сложно. В итоге она заняла должность администратора в театре. Граня выросла за кулисами. Неудивительно, что и на сцену она попала в раннем возрасте. Уже в 11 лет она играла большую роль в постановке «Быть или не быть», а в кино впервые снялась в 16. Однако родители не настаивали, чтобы Агрепина шла по их стопам и думали, что она выберет журналистику. Сначала девушка планировала поступать в МГУ, но потом поняла, что хочет быть только актрисой и подала документы в ГИТИС. К сожалению, эта попытка оказалась провальной. Агрепина плохо подготовилась и выглядела на фоне других гораздо хуже. Неудача ее не сломила, наоборот, ей захотелось выйти победительницей. И спустя год она своего добилась. Ее приняли на курс Марка Захарова. В «Ленкоме» Владимир Стеклов играл вместе с дочерью режиссера Марка Захарова Александрой. К тому времени его отношения с женой разладились, любовь куда-то ушла, а вместо нее поселилась усталость. Именно тогда он и завел роман с Александрой, но развестись с женой не решался, так как боялся реакции дочери. Позже он признавался, что чувствует себя предателем и виновным в этой ситуации, так как поступил нечестно по отношению к жене. И было бы разумнее заводить новые отношения уже после расставания. Людмила не стала препятствовать разводу, так как понимала, что только так они не останутся врагами. И скандалов она тоже не устраивала, желая мужу только добра. А вот для Агриппины новость оказалась ударом. Она не понимала объяснений отца, который с сумкой в руках собрался уходить навсегда. Девушка долго держала обиду, но не высказывала претензии и не отказывалась от общения, так как слишком любила своего отца. Со временем она приняла его выбор, и сейчас Агриппина и ее мать с ним в прекрасных отношениях. Брак Стеклова с Захаровой продлился 9 лет, а сейчас он состоит в своем четвертом браке и растит третью дочь Арину, которая родилась, когда ему было 70 лет. У Агриппины же есть внебрачный сын Данил Стеклов, который появился на свет, когда она училась на втором курсе. Кто отец ребенка, она не рассказывает. А спустя 5 лет она связала свою жизнь с хорошим человеком, актером Владимиром Большовым, с которым они играли на одной сцене. Он стал отцом ее сыну, а она мамой для его дочки Маши, которой было всего 4 года. Дети сразу подружились и стали считать себя братом и сестрой. Данил и Мария тоже стали актерами. Агриппина рада, что ей посчастливилось встретить такого мужчину в своей жизни. Они ценят и любят друг друга. Ее муж хороший кулинар и часто радует вкусными блюдами. А кроме того, всегда готов разделить хлопоты по дому. Раньше вместе с детьми они отправлялись в веселые путешествия. А сейчас им компанию составляют их друзья. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!